И снова здравствуйте. Режим цветка. Я не знаю, как это будет выглядеть, но на режиме цветка мне очень нравится снимать не только цветы, потому что там мокро и как-то так все. Я надеюсь сейчас записать видео обзор своей небольшой покупки, сделанной вчера при встрече с Аленкой и моем выступлении в Карабихе и прогулке по Ярославлю. Покупка у меня была посвящена чаю. Внезапно, я правда забыла посмотреть в кошельке этот чек, если он у меня там или еще где-то, где написано название этого магазина. Но на самом деле мы с ней гуляли в упор не помню какая улица. Я вообще на название улиц сколько лет бы не училась, я реки никогда не смотрела. Но суть не об этом. Это если уж мне приспичит или вам захочется видео этих самых каких-нибудь болталок. В общем мы с ней шли мимо, я увидела магазин, где написано было что-то чай, кофе и что-то еще. И возможно сладости. Магазин выглядел так, что допустим при входе слева там чайные столики такие со стульчиками, можно было посидеть, заказать кофе или чай и какую-то вкусняшку скушать. И с другой стороны вкусняшки всякие, сладости, шоколад и соответственно чай и вот такая такая стена всяких там чайных приспособлений. И немножко еще пуэра от мате с колебасой до просто вот этих маленьких чайных наборов. Причем один набор, который я одно время на Али стоил 350, кажется продавался у Дори. Я все хотела его купить, потом подумала нафига он мне и купила в результате уже похоже. Вот такие маленькие пиалочки, там буквально может 10-20 миллилитров. И в общем покупка у меня была на 668 рублей с копейками, расплачивалась я картой. Так сказать, и в общем что же я приобрела? Я приобрела наконец-то, он у меня давно был, он мне очень понравился. Я не помню, кажется я его даже у Дори и на Али заказывала, пока еще там что-то меняемо было у Дори и пока еще Дори держала марку. Потому что потом Дима, допустим, мой приятель заказывал там что-то у Дори, оно мало того, что не дошло, еще пришло ему непонятно в каком виде. В общем 50 грамм лунзин, он же колодец дракона, это очень крутой зеленый чай. Он похож по скрутке на сенчу, которая вообще-то японская, но видимо метод скрутки теперь используется в Китае и в основном можно купить только китайскую сенчу. Как я уточнила, в этом магазине была тоже только китайская сенча и допустим вконтакте я покупала сенчу, которая тоже шла как китайская. Соответственно, она совершенно другая, никакого травяного привкуса там нет. Ну, конечно, чай, ну и мы там тогда с продавщицей поговорили в этом магазине, очень довольно интересная продавщица, знаете, из тех, которые не понтуются и понимают чай. И я ей даже рассказала, как я однажды у меня сорвалось свидание, я в 2012 году на 6,5 тысяч накупила всякого родного чая. В Ярике был такой магазин, центр китайского долголетия. И он, правда, через два месяца закрылся. Я его всем разрекламировала, но видать я так усиленно там скупила практически весь чай, что там или не было уже смысла этим заниматься, или уж не знаю, чем это было с веном. В общем, я тогда как раз именно в центре китайского долголетия и познакомилась с этим зеленым элитным китайским чаем, уединенным колодцем дракона. Я тогда помню, хотела у них купить сенчу, даже увидела эту вот в такой коробочке, коробочке такой стеклянной, эту самую сенчу. Оказалось, что это не сенча совершенно. И у него, конечно, немножко другой вкус. Он у него даже... Вот сейчас будет камень в огород японца и Маша, которые любят нюхать чаи. Маша, в смысле, мои подружки. У него даже такой несколько... Может, какой-то пудрой, не знаю, какой-то зеленой, может, пудрой отдающей чай. Запах такой интересный аромат у самого чая. Я не знаю, вряд ли это будет видно, наверное, из пакетика. Я попробую показать, вот как он выглядит. Так. Очень интересный. Вот у меня сейчас заварим чашки. Как бы Маша сказал, по-китайски. На самом деле, я заваривала его в чайнике, но... Он не очень много заварок выдерживает. Он довольно приятный на вкус. И летом его сама тоже рупить. Если покрепче заварить, то он немножко, конечно, горчит. В общем, он мне обошелся. Там 100 грамм это было 560 рублей. Не поверите раньше, учитывая, какую я сумму назвала. Я тогда что-то... Но очень много чая накупила. У меня до сих пор еще какой-то остался. С той закупки. Но тот, который не портится и годами только становится лучше. В общем, я купила себе 50 грамм. Ну, соответственно, это 280. Потом я... Это была вторая моя покупка. Первая я там... Конечно, все сначала посмотрела. Аленка что-то говорила. Продавец. Да, да, говорит, надо посмотреть. Ну, очень интересная, вежливая девушка. Я, конечно, подозреваю, что я еще раз вернусь в этот магазин. При следующей своей встрече с Аленкой и просто что-то даже уже чисто по списку. Потому что плохо быть очкариком, за метр ничего не видно. Все вроде такое красивое и непонятное. И можно купить что-то лишнее. Ну, или в этот раз, конечно, ничего лишнего не было. Но суть такая, что лучше, конечно, приходить со списком. Уже точно знаешь, что ты хочешь. Потом я купила себе маты. Маты у них там был, кажется, с лимоном. И маты классический. Никакого понта в стиле Кантаты. Конечно, у меня от Кантаты есть какая-то скидочная карта, которая накопительная. Как мне прислалась смс-ка неделю-две назад. Если я накоплю, допустим, куплю за полторы тысячи, то мне будет стабильная скидка в 5%. Но, как мне продавец сказал, в принципе, то же самое относится и к Кантате, что у них с франшизой, если я не перепутала слово. Именно вот, короче, за эту упаковочку дается большая накидка. Вот, допустим, я то, что видела у них, вот этот вот мате, который был с какой-то травой неведомой и стебельками сверх дофига. И то, что вот здесь мате, это совершенно разное. И, в принципе, по цене намного отличается. Хотя этот тоже был где-то 285, что ли, 100 грамм. На самом деле, я не знаю, может сейчас, конечно, это все из-за роста этой валюты. Я сейчас не слежу за курсом евро и что-то у нас в мире происходит. Но, на самом деле, мате самый дешевый. Вот, буквально года два назад в том же магазине, который у нас закрылся. Хотя, как я ехала, когда я шла покупать билет в Ярик за день до отъезда в Карабиху, я увидела, или за два уж не помню, и увидела, что у нас открылось какое-то кафе, магазин, не знаю, Суши Вок. Что за Суши Вок, я без понятия. Если там чай. Но вот Окинава у нас закрылась, и раньше там можно, допустим, было купить тот же мате. Рублей за 60, за 100 грамм. Или даже за 30, 100 грамм чистый. В общем, тут у меня мате классический. Я сначала думала, что вот то, что тут написано, это название того магазина. Оказалось, что у них просто, видимо, от разных поставщиков. В общем, тут у нас 100 грамм мате. Я его не буду показывать. В принципе, вы могли видеть мате, если смотрели у меня обзор моей коллекции чая. Я знаю, что я забросила это дело, я все никак не займусь последними обзорами других чаев, которые у меня есть. К тому времени я уже успела уделать и Джегу. Это дикий китайский зеленый чай. Таким шариком я уже не смогу его показать в обзоре, если только специально покупать. Потом у меня закончилась пара улунов. Ну, а еще какой-то интересный чай. Но улуны у меня отдельно лежат пакетики. Я надеюсь, когда они сделают все-таки обзор. Этой оставшейся коллекции чая, да, там еще, которые у меня остались. Именно чаи, а не травы. Травы, я думаю, можно сделать просто отдельной темой. Я там что-то даже обозревала когда-то в начале своей, в кавычках, бьюти-блогерской карьеры, если можно так назвать. И просто я знаю, что есть запросы именно на траву. В смысле на траву, на растения. Там не то, что вы своим извращенным мозгом могли подумать. Там всякие, допустим, ромашки, розочки, прочие пфурга. В общем, тут у нас 50 грамм зеленого колодца дракона. Тут у нас матэ. Вообще, еще два пакетика, но я их уже сегодня вскрыла. Вот в таком пакетике. Вот так он выглядел без подписки. Вот это уже, ну, в принципе, я считаю, что частично там что-то завышено было. Луизин, конечно, он примерно так и стоил. Я помню, тогда покупала чуть более высшего качества. 280 рублей у меня обошелся. 50 грамм пакетик, но это было в 2020 году. Это, в принципе, цены все равно растут, да, и в рашке они периодически растут. Тут у нас, насколько мне известно, календула с зеленым чаем. В общем, это мне шарик у них 1,60 рублей. У нас можно было купить шарик, по-моему, за 50 рублей в Окинаве. Я, конечно, подозреваю, что на Али, наверное, ну, возможно, на Али сейчас примерно такие же цены. Но когда-то я там в Дуре и покупала, очень крутой набор такой был, очень классный. Вообще, мне очень нравятся зеленые связанные с чаем. Черные, они тоже, в принципе, красивые. Ну, в каком-то плане, если так вот, красота понятия растяжимая, да, ну, просто само раскрывается в стеклянном чайнике, особенно если варить чай на свечке, у меня есть подставка стеклянная. Ну, это вы могли видеть, у меня на канале маленький видосик есть, где я варю чай. Может, даже так и называется, варю чай 1, варю чай 2 или как-то так. В общем, это зеленый чай, ну, соответственно, если в стеклянном чайнике или в стеклянной чашке, даже просто в стеклянной баночке, если у вас нет ни чашки, ни чайника, заливаете кипятком, лучше вот только что с кипевшим, он медленно так раскрывается. Выдерживает обычно до трех, ну, иногда до пяти заварок. В общем, довольно интересный, можно сказать, наверное, полезный. Я взяла один такой шарик, там вообще оставалось с персиком, с цветком персика и вот с этим вот на выбор. И еще в таком пакетике, у меня тоже уже порезанным, у меня тут была смола. Смола там, я так поняла, что там меньше, чем грамм на самом деле. И, в принципе, сейчас я покупала раньше смолу на Чабея или на Али. У проверенных продавцов довольно-таки хороших, в принципе, у них до сих пор можно что-то купить. И почему я взяла эту смолу? Просто я ее впервые в жизни в России увидела вживую. Не на картинке в интернет-магазине Чабея или там на Али, да, а именно вживую. Вот перед тобой такая коробочка и вот там всякие разные пуэрчики. Вот даже в центре китайского долголетия этой смолы не было. Ну, а как мы поговорили с продавщицей, она сказала, что в Ярославле только у них продается эта смола. И, в общем, даже в Контате об этом смолу не продают. Но в Контате даже не знают, что такое смола. В общем, я не буду доставать их все, я просто покажу. Они разные, одна поменьше, другая побольше. Это вот такие малюсенькие штучки. Ну, я их взяла опять. Одна штучка стоит 20 рублей. В принципе, я считаю, что это недорого, потому что последний раз, когда я покупала на Али, там за грамм у меня что-то выходило около 60 рублей. То, что они в основном продают. Ну, даже сейчас вот для сравнения, где-то сейчас вот 30-50 рублей вот эта маленькая такая фигнюшка стоит. И в ней, соответственно, совсем не грамма, может быть полграмма. Может быть даже 30 миллиграмм. И вот, я думаю, что они, даже вот это вот побольше выходит. И вот она потемнее. Ну, мне кажется, что вот это или с какой-то добавкой было, или что-то такое. У меня еще есть отдельно где-то смола. Пуэра в виде зерен кофе. Там, соответственно, 2 или 4 грамма. Я чуть не помню, уже 4, кажется, грамма. И еще смола есть россыпью. Ну, кажется, я об этом говорила в своем обзоре про Пуэр, в своей коллекции. Если вам интересно, можете посмотреть. Вот такой у меня был обзор моей небольшой покупки. Ну, по объему самой покупки он, конечно, небольшой. Но давно я не тратила больше 600 рублей на чай. И, в принципе, когда-то я после диплома истратила 1000 сечу на чай в Тутаеве. Намного больше купила. И, конечно, все-таки цены, мне кажется, все-таки это завышенная цена на маты. По крайней мере, действительно завышенная, потому что маты сам по себе дешевый. И, ну, это мое мнение. Может, потому что его просто... Там вот это вроде как и кафе, и чайная, да, и кофейная. В общем, если я вспомню название магазина, если вам интересно, то я подпишу потом в инфобоксе или в комментариях, или где-нибудь там у себя на странице. Если вам интересно, то, соответственно, увидите. И советую вам туда посетить. Вообще-то рядом с Багаевленкой, где-то с другой стороны, ну, где-то вот торговый переулок Багаевленка, это площадь Волково, где-то там. Хотя я топографический клинист, возможно, я что-то перепутала. Но если идти по улице слева, где вот этот был магазин, то можно упереться в перекресток, перейти дорожку и вот здание, где раньше был Чикин Туна, теперь Академия. В общем, примерно я объяснила. Если вы можете понять мое объяснение, то, возможно, вы поняли, что я хотела вам сказать. В общем, если вы досмотрели до конца, и это было вам как-то интересно или чем-то полезно, то я очень рада. И до новых встреч. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok